Кемран Сеидов представляет И снова Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры! В связи с многочисленностью ссылок на условно-российских или реально-российских экспертов, которые стали публиковать свои посты-открывать свои каналы в такой соцсети, как Телеграм, я полагаю, что на моём канале я вынужден буду запустить отдельную новую тему «Ответ» либо «Анализ» российских Телеграм-блогеров, назовёмте так. Ну что ж, говоря о российских экспертах, которые печатают, териоткрывают свои каналы в соцсети Телеграм, я, конечно же, имею в виду не только российских, но в частности представителей армянской общественности, представителей радикального армянства в частности, а также просто армян, обычных армян, которые страдают от своих же радикалов, как во время Первой мировой войны, а если быть точнее, они страдали и до этого, от действия своих радикалов на территории, в частности, Османской империи. Также эти же самые простые армяне страдали от политики радикального армянства в 80-е-90-е годы, когда разжигался конфликт между армянами и азербайджанцами, когда армяне, радикальные армяне, посчитали нужным отрезать от Азербайджана его земли, речь не только о Карабахе, но и о Нахчеване, а также от Грузии планировалось отрезать Джавахетию. Это правда. С Джавахетией не получилось, зато армянам удалось разжечь, помочь разжечь костер в отношении Осетии и Абхазии. Это тоже правда. В этих регионах Грузии наблюдался армянский составляющий. Но, впрочем, это так. Небольшое вступление, тире объяснение, на каких таких блогеров мы будем обращать с вами внимание в соцсети Телеграм. Пожалуй, приступим. И начнемте с первого поста. Армяне России за перезагрузка. Как вы видите, при этом символ у данного канала флаг никогда не существовавшего в так называемой республике, так называемого Нагорного Карабаха. Армяне называют Арцаха. И вот что они решили опубликовать. Карабах может быть только армянским. Армянское население Карабаха никогда не сможет жить в составе Азербайджана. Заместитель директора института востоковедения РАН Александр Скаков. Я не буду сейчас говорить о его генетической принадлежности и о том, почему он так поддерживает армянскую ложь. Я просто акцентирую ваше внимание на некоторых аспектах. Крайне интересных. Когда мы говорим об армянах, или когда армяне говорят о своих великих представителях нации, почему-то большинство из них родились или в Османской империи, т.е. в Турции, либо на территории Азербайджана. Почему это так? Почему легендарные армяне не рождались в армянской среде? В чисто армянской среде. И как же после этого можно говорить о том, что армяне Карабаха, карабахские армяне, не смогут жить в среде азербайджанцев? Крайне странно, тем более, вспоминая многочисленные заявления еще до 44-х дневной войны, когда отдельные блогеры записывали выступления армян в Карабахе, которые оплакивали разрушение Советского Союза и говорили о том, как им неплохо жилось в составе АССР, как минимум. Азербайджанская СССР. Забыли? Так мы напомним. И два президента, Сержсарксян и Кочарян. Почему два президента Армении по каким-то обстоятельствам учились, жили, получали образование до того, как Армения оккупировала Карабах? Два президента Армении в Армении не нашлось более образованных, чем эти люди, которые родились среди азербайджанцев, которые получили образование в среде азербайджанцев. Но Александру Скакову за это бы не заплатили, если он это бы озвучил. Я даже не беру, не собираюсь копаться в истории о появлении армян на территории Карабаха. За это отдельное спасибо Петру Первому, в кавычках спасибо, и последующим русским царям, которые говорили о необходимости пожалеть армянский народ в связи с ужасающей ситуацией касательно армян. Не только, кстати, в Турции, но и в Иране, или армяне забыли об этом, почему-то их всегда гнали. Не скажете, почему? Гнали из армянских радикалов, а страдали уже все остальные армяне. Кто будет разбирать? И как разбирать? Если в каждой семье найдется один радикал. Как отделять? Разрезать семьи, это еще хуже. Поэтому выселяют уже всю семью. И от этого страдают невинные армяне, которые, возможно, и не согласны были со своим родственником. В корне. Но страдают уже все. Извините. Тем более, при таких предательствах, которые осуществляло армянство. В вооруженных предательствах. Я не буду сейчас напоминать, как армяне с оружием в руках предавали Османскую империю, как осуществляли бунты на территории Ирана, Каджарского Ирана. В связи с этим мне очень жалко, что была удалена переписка тире разговор в форме комментариев, который состоялся у вашего слуги с некоторыми россиянами. Очень интересно, когда нас называли, нас, азербайджанцев, паршивыми персокаджарами. Это правда. Но удалили. Переписка была в Одноклассниках. К сожалению, я не успел тогда скопировать. И, видимо, не стоит для того, чтобы не разжигать дополнительную, скажем так, дополнительные проблемы, которые имеются все-таки в отношении любых государств на постсоветском пространстве, тем более в этой связи армянство старается подливать постоянным масло в огонь в отношениях между Россией и Азербайджаном. Да, вашего слугу и Азербайджан в целом оскорбляла россиянка. И некоторые ее поддерживали. Не будем об этом. Переходим к следующему, так называемому, блогеру. Блогерши. Валерия Алюнина. Это армянская лоббистка, которая, тем не менее, меня впервые поразила. Да, поразила. На фоне того, что я как-то уже говорил о ней, когда она оскорбила народы Кавказа, вдруг она заговорила о качаряновцах. Да, о тех самых. И в этом разговоре она разложила на части тех, так называемых, митингующих, которые поддерживают назовем так радикально-реакционные силы в Армении. Первая часть это рациональные качарянисты. Эти люди мне честно говорят, что сердце их не с качаряном, но с ним они умом. Ничего личного, они прагматики. То есть, это те, кто просто хочет войну. Да, они понимают, что качарян не лучше, но так как у них локти, так как у них руки по локоть в крови, они вынуждены поддерживать качаряна. Это вот те самые прагматики не хотят отвечать за свои преступления. Вторая часть тех митингующих в Армении, которые выступают на стороне качаряна. Вдохновленные качарянисты, эта группа разделяет убеждения качаряна, и она эмоционально питается от фигуры второго президента эра. То есть, это те, кто не просто осознали губительность того, что они сотворили, а те, кто хотят продолжить погружать свои руки в кровь. Им мало. То есть, это не просто люди армянской национальности, которые боятся, что им придется отвечать. Нет. Они хотят продолжения кровавого банкета в Карабахе в частности. Третья группа. Это в сущности перешитый наспех электорат Николы, который действует исключительно инстинктивно, а не там, где большинство. Там очень многие молодежи, которое росло в пост СССР, плохо образованное и дурно воспитанное. Ровно таких же их верстников сейчас в большом количестве попадаются мне в Москве и Подмосковье. Многие из них читают только черное зеркало, орут матом и не знают, что такое диалог. То есть, в общем-то, расклад достаточно точный. Бойное мясо, люди, которые ничего не умеют, кроме как воевать, и третья часть тех армян, которые осознали, что они совершили, но назад у них хода нет. Руки по локоть в крови. Три составляющие. Тех, кто поддерживает Кочаряна. Других нет. И не может быть. Потому что блокада Армении, блокада, как говорится, не четко. Тем более, при блокаде еще спонсировать какой-то там, в кавычках, Нагорный Карабах, так называемый. При ужасающих отношениях с соседями. То есть они не могут не осознавать, что это опасно. Но руки по локоть в крови. Их уже зацепили. Им придется отвечать, и они это понимают. Впрочем, и это еще не все, о чем хотелось бы поговорить. Крайне смешно, дорогие друзья, когда в России вдруг внезапно вспомнили о Филиппе. Да, о том самом Филиппе экс-мужа Аллы Пугачевой, Филиппе Киркорове. Вдруг по мановине руки русские так называемые блогеры начали говорить о том, что, дескать, он армяно-еврейских кровей, но, простите меня, это намек на более жесткие высказывания. Как в России называют евреев? И почему сейчас только об этом вспомнили? он что, это скрывал? Да нет. Или он скрывал свои армянские корни? Нет. Почему же сейчас? И что это, если не некая форма неонацизма, антисемитизма в частности, в России? Я не являюсь сторонником Филиппа Киркорова и российской эстрады, так называемой нынешней. Для меня нынешняя эстрада даже по всему миру превратилась просто в Содом и Гоморру. ничем не лучше, а может быть даже и хуже. Поэтому поддерживать то, что происходит среди эстрады российской, западной и так далее не представляется возможным с моей стороны. Но тем не менее, когда люди вдруг вспоминают о национальности того или иного человека, до этого аплодирую я ему, стоя. Но это смешно. Крайне смешно. Также вспомнили о том, что может быть он имеет отношение к геям. А где же вы раньше были? Вы не знали, что он может быть гей? Или вы специально приравняли его армяно-еврейский корни с понятием геев? Вдруг вспомнили? Чтобы дополнительно оскорбить оба народа, связав их с понятием геев. Думаем это так называемый блогер под ником думаем и буква Z. как вы понимаете это означает он поддерживает то, что происходит в Украине. Знаете, для меня Россия делится на разные этапы. я помню из истории времена НЭПа, я помню из истории времена Сталина, можно прочитать об этом, когда страну восстанавливали можно сказать громадными рывками, при том, что не менее важно, сокращали цены на товары, и товаров было много, и цены сокращались постоянно, то есть народ старались накормить при восстановлении заводов и фабрик. Это было гениально, гениально, как бы ужасно, какую бы ужасную цену, тем не менее, за это бы не платили до этого. можно вспомнить других великих русских царей, правителей Александра Третьего, который впервые понял, что такое «когда твой союзник натихую втыкает тебе же нож в спину». Он начал закрывать армянские церкви, которые действовали во вред имперской России. Об этом есть многочисленные факты, но не будем об этом. Как я сказал, в следующей статье он продолжил гнобить Филиппа Киркорова, в частности, напомнив действительно крайне такой неприятный момент. Когда на выступлениях во Владикавказе на своем концерте он осуществил некие танцевальные движения на кресте. Это возмутило многих на Кавказе по понятным причинам, потому что вера есть вера, а на Кавказе это особенно. Подчеркивается. Поэтому никто не мог поддержать данных шагов. Но знаете, что интересно? Почему-то обо всем об этом армянская сторона молчит. странно. В отношении же самого Киркорова, убрав в сторону его певческие способности, хотя поет он получше многих, убрав в сторону его отношения к секс-меньшинствам, возможного отношения, опять-таки никто не держал свечку, не так ли? А те, кто возможно держали, почему-то молчат. Это так, к слову. Убрав в сторону все это, он действительно достаточно талантливый певец. И он любит Азербайджан. Поэтому у меня к нему крайне спорное чувство. Многое говорит о его принадлежности к секс-меньшинствам, и я не могу это поддерживать, не могу поддерживать даже те маломальские движения на кресте, если они имели место быть, они имели место быть. Я не могу это поддержать, но во всем остальном в его заступничестве в отношении семьи Аллы Пугачевой я не имею права не поддержать его. Почему? Ну, потому что а судьи кто? Судьи, кто ходит в РПЦ, в ту самую РПЦ, где скандалы в отношении гомосексуальных связей гораздо эннократно больше? Я уже делал об этом видео, кстати. Задевал эту тему. Так, о чем же речь? Судьи кто? Судьи те, кто молчали о гомосексуальных отношениях Владимира Жириновского, пока он был жив, Лимонова. Чего же вы не говорили про них? А там гораздо больше фактов, реальных фактов, фото и видео в бане с мальчиками. Нельзя было говорить, неудобно. Ну, и последнее, вот почему этот блогер, о котором сейчас идет речь, думаем, со знаком Z, у меня двойное отношение, потому что в последней статье, в последнем посте, который он загрузил и о котором мы с вами поговорим в данном видео, он жестко выступил в отношении еще некоторых горе-героев российского медиа. я говорю в частности о Маргарите Симоньян и ее мужике Осаяне. Поэтому я не знаю, как к нему относиться, вы, дорогие друзья. С одной стороны, уважение, с другой стороны, какое-то отрицательное отношение. я не знаю, что и как относиться к данному блогеру. Он также говорит о грязных делишках не только Маргариты Симоньян и ее мужа, но также о грязных делишках, связанных с серой бухгалтерией, банальным грабежом так или иначе и связанной с ней такой медиадивы, как Тинны Канделаки. Обязательно ознакомьтесь, я не буду дальше что-либо говорить. В отношении думаем со знаком Z, я уже сказал, у меня смешанные чувства, я не знаю, как к нему относиться, это человек, вызывающий спорные чувства. тем не менее, что есть, то есть. На этом я заканчиваю данное видео, сегодня мы с вами поговорим и о политике Армении, мы с вами поговорим и об истории, и о политике России, во всяком случае попытаемся успеть все это сделать сегодня, если получится. Напоследок хочу сказать, что в данном видео я оставлю все необходимые ссылки, которые использовал в данном своем видео, а также все необходимые данные для оказания финансовой поддержки вашего слуги и работы его канала, в частности, для улучшения качества, ну и поддержки вашего слуги в обычной повседневной жизни, потому что для меня информационная война и аналитика стала работой. Всем до свидания. До свидания.